Ну что ж, тогда, наверное, передам слово Эрике, чтобы она могла уже начать наш вебинар сегодня. Да, спасибо большое, Мария. Благодарим всех, кто присоединился сегодня к нам. Очень приятно поприветствовать вас на данном очень важном вебинаре, который был организован совместно с платформой TB Women и при поддержке Департамента Серджи Глобального фонда. Совсем недавно в городе Нью-Йорке у нас было историческое седьмое пополнение Глобального фонда и было историческое достижение касательно данного пополнения. И на нашем недавнем заседании правления у нас были проведены дискуссии по поводу назначений по странам. И мы на данном вебинаре поговорим про NFM 4, расскажем про сообщество, про точки входа. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, чтобы задать нашим спикерам, спикеркам, пожалуйста, задавайте, потому что для Гейт очень приятно проводить данный вебинар и работать с нашими партнерами. Мария, вам снова слово. Спасибо большое, Эрика. Ну и, согласно словам Эрики, действительно, этот вебинар по поводу новой модели финансирования 4 Глобального фонда, который представляет его наиболее амбициозную стратегию, поставить в центр фокуса людей и разработать стратегии против малярии, туберкулеза и спида к 2030 году. И мы будем использовать данные механизмы, реализовывать программы надзора за сообществом. И в данном вебинаре мы действительно хотели просто поделиться, рассказать о стратегиях, рассказать о новых политиках, развить новые партнерские отношения с гражданским обществом ради достижения равных прав гендерного равенства. Ну и, как Эрика сказал, у нас здесь есть платформы, наши партнеры, TB Women и другие. И они расскажут про вовлечение сообщества и про точки входа по тему туберкулеза, ВИЧ и малярии. И если вам нужен перевод, пожалуйста, нажмите на глобус, который в нижней части вашего экрана, и вы можете там выбрать свой язык. Ну и также чат мы будем отключать, то есть функцию чата. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, то пишите его в раздел Q&A, вопросов и ответов. Поэтому к концу вебинара их потом разберем. Ну и на этом хотелось бы, не буду слишком долго говорить, чтобы у нас для вопросов осталось времени побольше. Хочу передать слово сейчас нашей первой спикерке, спикеру Аманде Банда. Она работает по стратегическим инициативам. У нее опыт больше 14 лет в отстаивании прав, работая с сообществами, в том числе уязвимым населением, работая по инициативам здравоохранения. И прежде чем присоединиться к глобальному фонду, она проработала с голландским НПО по программам здоровья, репродуктивного здоровья. А до этого она работала в организации Frontier в различных должностях, в том числе как советник по адвокации. И документировала и лоббировала предоставление услуг уязвимым слоям общества. Поэтому хочу передать слово Аманде, с которой мы встретились на прошлой неделе. Лично у нас проходил тренинг в Найроби. Вот некоторые из участников, участниц того тренинга тоже здесь есть. Поэтому, Аманда, пожалуйста, вам слово. Так, у вас может быть выключен микрофон, потому что что-то вас не слышно. Аманда. А вот все. Прошу прощения. Действительно, микрофон был выключен. Спасибо вам большое. Вот в Найроби действительно мы встретились на прошлой неделе. Сейчас я сделаю демонстрацию своего экрана. Некоторые есть ключевые моменты, которыми хотелось поделиться в плане того, что есть нового в новой модели финансирования 4. Ну, по сути, там 4 темы, про которые я буду в основном говорить, которые самые основные в этом процессе NFM 4, что нам нужно понять и что мы будем использовать в нашем отстаивании прав и вовлечении. И я также расскажу о некоторых новых моментах, которые возникли в рамках подготовки к NFM 4. Ну, так, я поговорю об основах программы, о том, что это вообще такое, и вовлечение сообщества о минимальных ожиданиях от этого. Как вот Эрика уже сказала, новая стратегия на очень амбициозна, когда мы говорим о вовлечении сообщества. И на самом деле очень много там чего есть, что мы можем использовать. Поговорю про гендерную матрицу тоже и про инструмент оценки или костинг. Так, теперь немного хронологии, да, в плане того, где мы сейчас находимся. Я думаю, что большинство стран, вот сейчас у нас идет четвертый квартал, да, 22-го года. Большинство стран должны получить свои письма до Рождества. То есть до конца следующей недели, мне кажется, большинство стран должны будут уже получить свои письма. То есть что им достается от глобального фанда. И уже потом в 23-м году первый квартал, второй, третий, четвертый их стран уже будут готовить свои заявки по туберкулезу, ВИЧ и малярии. И у нас есть такой пока примерный календарь в плане того, что на какие страны приходится. Мы тоже сможем об этом рассказать. И как вы все наверняка знаете, вот процесс и этапы, которые будут происходить в рамках этого процесса. Это не только процесс заявки, но и также реализация, гранты, мониторинги, обзоры. Я думаю, что большинство из вас уже начали работать по обзору национальных стратегий по ВИЧ, туберкулезу и малярии. И начнется обработка заявок стран. Некоторые страны уже начали свои консультации и встречи по подготовке. Потом фильтрование данных заявок будет, обзоры будут происходить, обзоры, одобрения, подписания грантов. Вот это просто, чтобы вам в целом рассказать. Потому что я уверен, что большинство из вас и так знают весь этот цикл, вам о нем известно, весь этот процесс. Что нового в процессе новой модели финансирования 4? Что очень важно знать сообщество. Мы начнем с основ программы. Основа программы – это то, что глобальный фонд добавил. И это он сделал, услышав наше сообщество, его голоса. И глобальный фонд поощряет определенные темы в заявке, потому что иногда очень сложно добиться именно продвижения некоторых моментов заявки. Поэтому это реакция, что глобальный фонд говорит, что мы понимаем, что это процесс, которым руководят сами страны. И они сами решают, что туда попадает. Но общая идея и концепция в том, что мы рассказываем о том, что мы хотим видеть как глобальный фонд в этой заявке. И я немного расскажу об этом тоже подробнее. У меня есть слайды на эту тему. Здесь все очень сильно основано на глобальной стратегии UNAIDS по СПИДу, которая была обновлена в 2021 году. Я думаю, что большинство из вас тоже участвовали в этом обновлении данной стратегии. Ну и также глобальная стратегия ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем. Также это основано на глобальном плане по ликвидации туберкулеза. Это тоже от ВОЗ. Все эти программы, на них и основаны основы нашей программы, фонда. И это нужно для обеспечения равного доступа. И как вот фонд просто говорит, что вот мы бы хотели как раз видеть такие-то вещи в ваших заявках. То есть это права человека, гендер. Все это включено в основы программы. И теперь в плане рамок эффективности, да, здесь, конечно, тоже эти слайды мы вам отправим, потому что я понимаю, что текста там очень много сейчас. Но вот просто чтобы вы понимали, что на такой модульной основе, да, есть модуль ВИЧ, есть модуль туберкулеза, малярии. И тут идет от профилактики до лечения, ухода, различные моменты, связанные с системой здравоохранения. Вот здесь вот еще пример таких модулей, которые новые. Вот красным, да, видно, что это новинка, новый модуль. Здесь подчеркнуты некоторые новые темы, новые приоритеты. Это именно модуль ВИЧ сейчас мы рассматриваем. Здесь мы говорим про управление профилактической программой, тестирование на ВИЧ и так далее. И в плане вовлечения сообщества теперь, вот это тоже большая, важная, наверное, тоже тема. Что здесь нового есть? Опять же, если мы берем здесь то, что мы подталкиваем гражданское общество, да, очень сложно, чтобы голос сообщества был услышан на политическом уровне. А потом еще и нужно, чтобы это все попало в бюджет. Короче, это сложный процесс. И, конечно, глобальный фонд старается больше слушать сообщества. И вот эти вот минимальные ожидания, которые мы видим, это тоже нечто новое, и его раньше не было. Как требование, по крайней мере, как такого обязательного документа, который гражданское общество и сообщество на страновом социальном уровне должно составлять. Вот этот документ нужно будет прикреплять к грантовой заявке. И там нужно будет приоритизировать, как раз подсветить все меры, которые сообщество планирует предпринимать. Вот, конечно, многие спрашивают пример того, как это должно выглядеть, как такой документ вообще должен быть заполнен, да, чтобы вот вы могли посмотреть. Это будет обязательно, так как я уже сказал. И это нужно подавать вместе с заявкой на финансирование. И системы должны сказать, что вот такие-то меры у нас есть. Если чего-то нет, то нужно написать, почему, какие меры были включены, какие. Нет, и, конечно, ничего не гарантирует. Там нет гарантии, что то, что вы туда напишете, все это будет финансирование. Но на самом деле это все-таки дает возможность команде, которая анализирует это все, она рассматривает, что вы запрашиваете. Также обоснование, да. И поэтому, да, вот это очень важный момент. Ну и команда глобального фонда ожидает тоже полное вовлечение от сообщества во время реализации гранта тоже. Также маркер гендерного равенства. Это тоже кое-что новое, что включили. И он тоже должен быть включен во все заявки. Тут ожидание такое, что будет гендерная оценка касательно вот в контексте всех трех болезней, да, нужно проводить гендерную оценку еще. И результаты этой гендерной оценки должны быть тоже приоритизированы и включены в заявку на финансирование. И мы знаем, что, как правило, ранжирование данных по гендеру – это не совсем легкий вопрос, как бы не такой простой. Поэтому это, опять же, такой как бы политический толчок, чтобы страны дезагрегировали именно данные, категоризировали по гендеру, по полу, по возрасту, да. Так, еще что новое есть, что будет в NFM 4 – это поддержка в оценке сообщества. То есть это как бы гражданское общество говорит, что да, у нас есть приоритеты, мы знаем, какие они, но нам сложно оценить, как это все будет выглядеть в деньгах. И поэтому Frontline Aids на самом деле заключила контракт на разработку руководства инструмента расчета затрат, также листа оценки затрат для широких масс, которые будут использоваться. Эти инструменты, они будут доработаны, переведены на французский, испанский, русский, арабский. И Frontline будет проводить также измесячные ознакомительные вебинары для консультантов, начиная с середины ноября по использованию инструмента будут виртуальные консультации, будет поддержка команд различных стран, чтобы им помогать делать расчет различных мер. И мы надеемся, что, так как это новый инструмент, что мы узнаем еще, как его вообще приняли, как его используют, насколько он полезный, чтобы таким образом его можно было быстро адаптировать для использования для тех, кто будет подавать в окне 2 и в окне 3. Ну и теперь ключевые какие есть послания. Что мы хотим здесь подчеркнуть со стороны команды секретариата Глобального фонда? Тут довольно много, да? Всего, во-первых, снижение вреда. Вот, помните, я говорила про основы программы. Вот снижение вреда – это тоже сейчас основа программы. То есть это тоже топовая приоритетная мера, которая хочет видеть Глобальный фонд в заявке. И, как я говорил, здесь очень важно понимать, что такое эти основы программы, потому что вы тогда сможете их использовать, да? Что вот у вас есть эти основы программы и таким образом продвигать свою позицию. Я понимаю, что процесс – это нелегкий, и это непросто, но от всех стран ожидается как минимум описать статус, да, и планировать как-то реализацию. И вот люди, употребляющие наркотики тоже. То есть люди, употребляющие инъекционы, наркотики, их сексуальные партнеры, расширение возможностей для снижения вреда от стимуляторов, работы над химсексом и защитой прав. Права человека – это тоже основа программы. Это такое ожидание, что основа права человека должны быть включены. То есть включение должно быть защиты прав человека, услуги по ВИЧ и туберкулезу, устранение стигматизации в сфере здравоохранения и других учреждениях. Вот также ожидается адвокация, в том числе пропаганда под руководством сообщества, под декриминализацией, другим изменениям политики, акцент на мониторинг под руководством сообщества. Это тоже еще одна тема. Поэтому ясность по гепатиту В и С тоже нужна. Мы понимаем, что помимо упомянутых болезней, это тоже определенная проблема, которая есть уже давно, вне зависимости от того, человек живет с ВИЧ-статусом или нет. И есть ключевые группы населения. Также хочется подчеркнуть некоторые ключевые послания или сообщения в плане, что здесь имеет право на финансирование. Это презервативы, смазки, ДКП, особенно преп-медикаменты, также информирование о профилактике ВИЧ, расширение прав и возможностей сообщества, услуги СРЗ, гендерно-утверждающая терапия, анальное здоровье, помощь после насилия. Вот среди многого другого. И да, вот эти вот меры вы увидите, я думаю, для тех, кто знает эту модульную структуру, там есть список вообще мер и целей. И, как я тоже уже упоминал, гендерный маркер, да, очень много из этого ожидается, что оно будет именно дезагрегировано по гендерному маркеру. Я думаю, еще, что очень важно, лидерство сообщества, да, ожидается, что будут какие-то меры, которые будут показывать лидерство сообщества. Я думаю, интерсекциональность здесь очень важна. То есть нужно смотреть на перекрещивающиеся, пересекающиеся уязвимости, с которыми сталкиваются люди, интерсекциональность, да, это очень важно. И ожидание также есть такое, что должны быть меры такие, которые будут учитывать именно интерсекциональность и множественные уязвимости. Ну и охрана и безопасность тоже. Ожидается, что это будет включено в заявку на финансирование. Это должно быть в проекте программы тоже включено. Ну и четко сказано, что нужно, чтобы это именно было в основной заявке, чтобы это содержание было там. В общем, я думаю, что это просто пример такой приоритетных программ. То есть в плане, что может стать приоритетом, а что не финансируется, что не очень хорошо. То есть вот красное и зеленое. Например, хорошо, что шприцы, УЗТ, налоксон, претервативы и лубриканты доступны без разрешения персонала, добровольное тестирование на ВИЧ, гепатит, ПАИЦ, преп-медикаменты для лиц с постоянным риском заражения ВИЧ, добровольное и синформированное согласие, потом скрининг на туберкулез. Для тех лиц, у которых латентная инфекция, для лиц с активной инфекцией тоже снижение стигмы в том числе, и адвокация, отстаивание прав в том числе под руководством бывших заключенных или ключевых групп населения, чтобы было такое послание. И что у нас есть? Что значит не очень хорошо? Это кампания воздержания, изоляции или наказания за секс по обоюдному согласию, жестокое уничижающее достоинство обращения или дискриминация, отказ в лечении по признаку полосексуальной ориентации, центре принудительного лечения наркоманов как альтернатива к тюрьму заключения. То есть это все не очень хорошо. Это то, что вот где с красной стороны. В общем, да, как бы не очень будет хорошо встречено то, что с правой стороны красным мы видим, если такое окажется в заявке на финансирование. Ну и на этом, я думаю, я смогу сделать паузу и мы, конечно же, теперь сможем обсудить какие-то вопросы, которые у вас могут быть в рамках вопросов. Теперь на этом я пока сделаю паузу. Я рассказал о том, что есть новая NFM 4. Еще у меня есть дополнительные слайды, тоже дополнительная информация. Но, в общем, это вместе с презентацией будет разослано вам, потому что я знаю, что есть еще другая информация у других спикеров, спикерок. Поэтому вот обратно вам слово, Мария. Спасибо большое. Я прислал ссылку в чат, так что, если кому-то интересно, можно посмотреть там. Это единственные языки, на которых будет доступно. Да, все будет переведено на английский, французский и испанский. Еще у нас есть вопрос от панелиста. Пожалуйста, сдавайте. Маленький момент. Недавно в UN AIDS докладе дети диспропорционально оставлены позади в этом докладе. Есть ли причина такому... Мне кажется, у вас микрофон выключен. Да, у меня был выключен микрофон. Спасибо большое, Мария. Какие-то дополнительные слайды, которые у меня есть, показывают... Примерные документы и... Мне не кажется, что они специально были упущены. Это просто примерные... Эта информация должна быть в документах, которые будут выпущены как приоритет. Спасибо большое. Итак, я представлю нашего следующего спикера. Анвар. Независимый консультант в ВИЧ. Он специализируется в переводе с английского на испанский и тренинги и стратегические документы. Последние шесть лет он был шесть лет с консультантом для USAID сервиса. Чтобы разработать ключевые консультанты для Planned Parenthood. И он главный консультант для имплементации в Мексике и в независимом университете Мексики. И Анвар поговорит нам про возможности поддержки у вас микрофон выключен. Спасибо. Извините за длинное био. Я хочу поделиться с вами опытом... Опытом платформы. Я технический координатор этой платформы. Я хотел бы поделиться с вами этим утром, чем мы занимаемся, чтобы дать поддержку в процессе запроса. Так, это наш опыт, который у нас уже есть. В этот момент мы... Как бы упоминалось, в этой новой модуле участие в сообществе очень важно. Один способ увеличить участие в сообществе, это дать техническую поддержку. Первый компонент в этом списке сервисов. Быстрая проверка. Вторая – консультация. Третья – это оценка стоимости. По последнему пункту у нас будет больше информации на этой неделе. Вы услышите от Аманды в последнем модуле, что участие в сообществе – это очень важно. Очень важно. Мы работаем с Windows. Сейчас мы в первом окне. в шесть странах Южной Америки, Куба, Венезуала. Я поделюсь с вами учебную информацию в этом процессе, для этого процесса. Для нас процесс всегда начинается обсуждение – это важно, что страна будет… Первое, что нам нужно, это скоммуницировать менеджерам портфолио и объяснить в целом обзор и попросить поддержку для того, чтобы попросить у них поддержку. для людей, которые участвуют в CCM. Когда мы просим о CCM, это чтобы помочь нам организовывать информационную сессию, где все стейкхолдеры в этом процессе конкретно в стейкхолдеры сообществ. И мы даем информацию нового модуля про участие сообществ и объясняем возможности технической поддержки и фиселицируем во встрече процесс избирания возможностей, которые они могут выбрать для технической поддержки. Чтобы фоцилировать… Когда мы информируем и решаем, какую компанию они хотят выбрать, и они выбирают организацию, которая будет их… будет давать техническую поддержку, мы будем подготавливать этот запрос и что случается во время этой встречи. Во время этой встречи мы объясняем весь этот процесс, но еще мы объясняем важность этих процессов, что эти процессы очень коллаборационные. Эти процессы могут соединиться с другими людьми, которые этим занимаются. для примера HumanAids дают ресурсы для девелопмента запроса. И мы очень рекомендуем, чтобы все эти запросы были вместе. Еще что мы пытаемся пробовать во время этой коллаборации, потому что во время этого процесса информирования сообществ мы имеем ключевую информацию насчет контекста. И очень важно во время трансфера запроса и процесса избирания в стратегической инициативе сообщества и техническая поддержка сообщества была сильная. мы поделились информацией, которую мы получили во время этих встреч. Чтобы идентифицировать в кейсе Южной Америки мы организовывали вебинар с командой консультантов, которых уже выбрали для каждой из стран. И мы дали ориентацию про этот процесс. И мы объяснили, как они могут продолжать консультации и давать и дали им специфические методологии для того, чтобы они могли фацилицировать это в своей сфере. Одно такое, что мы уже попробовали, это то, мы участвуем в переводе этой на испанский. Некоторые вещи, которые мы думаем, мы считаем очень важными. это все очень сложный процесс, который нуждается в сильном участии интернациональных участников. Мы рекомендуем менеджер разных регионов помогает, лучше помогать контекст каждой страны и объяснить информацию про национальный процесс получения грантов. Мы очень сильно рекомендуем, чтобы это произошло. Еще мне надо проверить, если я еще что-то хотел добавить. По-моему, это все. Опыт с этой платформой, с этим процессом довольно сильный. можно спрашивать этой платформы в разных регионах и поддержку. Это очень важно, что можно соединиться с платформой в разных регионах, включая в Франкофонской Африке и Южной Америке, других регионах для такой поддержки в технической поддержке. Техническая поддержка это очень важная часть этой информации. Я закончу на этом. Спасибо большое за возможность поделиться с вами этой информацией. все. Ваше слово. Спасибо большое, Анвар. Мы перейдем к вопросам в конце. Один из панелистов запрашивает, чтобы мы поделились информацией. хорошо. Если вы хотели посмотреть на ВИЧ информационную ноут 2023-2025, ссылка внизу. Мы перейдем к следующему спикеру. Это Марин Маринга. Дайте я выделю ее. Окей, вот. Здравствуйте. Извините, Мария, вы можете говорить мне подождать экран, чтобы пока мы ждем, чтобы экран выделился. Я хочу поблагодарить вас всех. Сегодня мы начнем сессию, в которой мы поговорим о возможностях, которые у нас есть, особенностях с туберкулезом. как представительницы сообщества, кого мы хотим мобилизировать в этом процессе. Это очень критический момент. Я пытаюсь со своей стороны смотреть, если я вижу. Если я могу поделиться экраном. дайте я посмотрю. Вы можете видеть презентацию? Да. Да. Мы поговорим, мобилизируем сообщество туберкулеза для NFM 4 цикла грантов. В плане процесса все работает очень хорошо. Нам нужно подготовиться к NF 4 грант циклу. Нам не нужно сидеть и ждать их запросы по гранту. Пока мы будем ждать их письма, мы должны подготовиться. Мы должны найти поддержки с этими интернациональными программами. Иногда в некоторых странах государства имеют больше силы и национальные программы ВИЧ, малярии. Кто могут стоять, иметь эти разговоры? или сделать встречи, в которых репрезентативы могут приходить. Это очень важно для сообществ, о которых идет речь. если вы из программы малярии, ВИЧ, то мы сможем вас поддерживать. Тогда сколько у вас есть эта система довольно интересное место, где у вас есть наука, некоторые системы настолько прогрессивные, что у нас есть. Тогда они могут быть репрезентативом туберкулеза, они могут быть туберкулезным чемпионом. Тогда посмотреть, увидеть, сколько других чемпионов у вас есть. У вас технических партнеров могут быть ресурсы даже не только в CCM, но и вне, кто могут добавить фандинг в этот процесс и принести в сообщество план. Пока мы ждем процесс подачи, чтобы он начался, мы некоторые страны в процессе разработки национального плана, вам нужно узнать в вашей стране, где они находятся в процессе стратегической разработки плана, чтобы вы могли найти это и вникнуть это особенно в права сообществ и гетерных чтобы узнать, если ваша страна есть это доклад, который будет очень удобным еще найти дополнительную важную информацию в связи с туберкулезом, чтобы вы могли подать запрос вместе с информацией, которая есть в этом документе, так что если есть семь, нам нужно иметь информацию на том, как вникнуть в это, кто является там есть раздел финансирования. таким образом нам нужно быть гендерные гранты и мы должны быть представлены во всех этих элементах. то же самое касается малярии. Помимо малярии есть еще устойчивые практики системы здравоохранения. Этот элемент тоже должен отражать наши потребности. и потом еще есть рабочие группы и субподкомитеты. Мы должны быть здесь тоже представлены. И в разработке дорожной карты, план техпомощи и так далее. Таким образом нам нужно обеспечить, чтобы у нас был эксперт или провайдер технической помощи. И также есть список, по-моему, на сайте глобального фонда, где мы перечислили, кто предоставляет техническое содействие в рамках данного процесса. Поэтому тут нужно просто подаваться, подаваться и получить техническую помощь, чтобы те предложения, которые приходят со стран, чтобы они отображали наши, отражали в себе наши потребности и реагировали таким образом на эпидемию. И должен быть страновой диалог, нужно включить какую-то значительную деятельность в рамках этой дорожной карты. Поэтому если страна уже какой-то назначила бюджет на диалоги, помимо наших страновых диалогов, нужно, чтобы это было включено в конкретные страновые диалоги по болезням. и также полезно работать с мейнстримом, то есть с теми, кто разрабатывает этот процесс, разрабатывает дорожную карту. И затем касательно вовлечения сообщества и странового диалога нашим системам, нужно соответствовать шести критериям, и один из них касается того, что нужно доказать, что там есть значительное вовлечение ключевых представителей населения. И потом NFM инструкции также обязывают системам предоставлять два дополнительных приложения в рамках своих заявок. И там значит конкретно должно быть описано участие сообществ и структуры участия в страновом диалоге. Потому что также это позволяет укрепить мандат инклюзивности. и здесь нету конкретных приоритетов по заболеваниям. То есть здесь по болезням конкретных приложений должно быть, но и далее по ходу того, как мы продолжаем нашу работу, нам нужно обеспечить, что мы создали достаточные приоритеты для обсуждения консолидации с другими представителями групп заболеваний. мы должны консолидировать нашу информацию с представителями ВИЧ-сообщества малярии. И поэтому если, например, там ВИЧ-8, туберкулез-10, малярия там столько-то, в общем, нужно составить список 20 приоритетов, приоритетных мер и в рамках приложения это все отправить. Приоритеты должны включать также приоритеты по укреплению систем сообществ. То есть страновой диалог должен происходить не только в столицах стран. У нас в прошлом было так, что те, кто живут в каких-то деревнях или маргинализированные свои общества, они вообще не вовлечены в страновые диалоги. Поэтому, учитывая наши ограниченные ресурсы, мы должны все-таки проводить какие-то гибридные страновые диалоги. Те, кто живут не в столицах, те, кто маргинализирован, чтобы они тоже были включены в эти диалоги. И также мы должны определить в программах какие-то недостатки и сложности в доступе, в доступности, в доступности по стоимости и в качестве услуг лечения от оберкулеза. Также мы должны использовать вторичные данные от национальных, региональных, глобальных ресурсов для поддержки приоритизированных мер. Поэтому давайте мы будем всегда готовы, чтобы у нас были все данные региональные, национальные, глобальные данные. И мы также должны рекомендовать приоритеты для основных, ключевых уязвимых групп населения. И это все должно быть очень четко, легко для понимания и очень детально. Переходим к следующему слайду. Еще один момент – это значимое участие в создании команд и адвокация для того, чтобы повлиять на приоритизированные меры вмешательства и бюджета. У нас члены членов сообщества должны быть включены в процесс формирования команд и в диалоговые сессии. Также мы должны обеспечить, что инклюзивность включает у нас все приоритизированные меры. Также должны быть назначены достаточные средства на эти меры, поэтому приоритизированные меры для них должно быть назначено достаточное финансирование и выбор соответствующих реализующих партнеров и исполняющих партнеров. То есть у нас это особенно важно для тех случаев, когда у нас реализующие партнеры работают как подрядчики, подрядчики. Должны быть выбраны правильные партнеры. Это тоже очень важный разговор, который необходимо в этот момент проводить. Также должно быть значимое участие и мониторинг. В основном после того, как предложения уже ушли, мы выдыхаем с облегчением, потому что это сложный процесс. И потом мы забываем, что еще будут другие разговоры перед грантами. Будут определенные моменты, которые будут убраны, которые будут добавлены, которые будут сокращены, которые будут увеличены. Поэтому очень важно, чтобы помимо подачи заявки, вот этой даты окна этого подачи заявки, в котором вы участвовали, чтобы вы все еще по всем комментариям TRP, вот этой панели технических экспертов, чтобы вы реагировали на их комментарии. После подачи заявки еще нам необходимо участвовать в различных обсуждениях. Зачастую, если компонент какого-то основного бюджета был убран, нам нужно проводить эти разговоры и обеспечивать, чтобы приоритизация делалась так, чтобы это отражало потребности сообщества. Также нам нужно участвовать в финальных этапах рассмотрения и обеспечивать, что приоритизированные меры не медиа приоритизированные и зачастую это происходит на финальных стадиях уже процесса и имплементация начинается, а потом мы думали, что мы назначали деньги на то-то, а потом говорят, что этого оказывается больше не будет, поэтому нужно за всем следить и, как уже было сказано, нам нужны правильные имплементирующие партнеры для соответствующих мер, которые будут те или иные меры реализовывать. Касательно туберкулеза, особенно то, что касается CRG, то есть нам необходимо продвигать замену микроскопии старых каких-то режимов, нам нужно продвигать, масштабировать рентген, молекулярные тесты, новые методы лечения, нам необходимо устранять различные нам нужно устранять элементы стигматизации, у нас должен быть подход, основанный на правах человека, и основные меры, которые нужно приоритизировать для того, чтобы устранять барьеры в получении услуг лечения туберкулеза, у нас есть оценки TBCRG и планы действий, по которым были рассчитаны расходы, это некоторые инструменты, которые нам нужно рассмотреть для того, чтобы обеспечить, что они учтены, а где таких инструментов нет, чтобы они были разработаны. Потом оценка стигматизации, связанной с туберкулезом, она должна быть приоритизирована для того, чтобы сгенерировать информацию для информирования, устранения этой стигматизации, связанной с туберкулезом, и также дискриминации. Затем нам необходимо разрабатывать конкретные CLM-модели и различные формы со шкалами, с баллами, чтобы мониторить какие-то нарушения прав человека, связанные с туберкулезом, совершенные против уязвимого населения. Поэтому нам необходимо также поддерживать создание инклюзивных межведовственных рабочих групп по туберкулезу. Опять же, для устранения барьеров, связанных с правами человека, нам нужно укреплять и расширять возможности сообщества туберкулеза с помощью процесса, который называется «Знай свои права» и также юридической грамотности. И нам нужно разрабатывать партнерство с национальными правовыми потенциальной правовой помощью и профессиональными юридическими сообществами. То есть, мы должны смотреть, какие у нас возможности есть для того, чтобы продвигать свои приоритеты. Если мы переходим к диагностике теперь и лечению, то что мы можем попросить? Это расширение полномочий сообществ, которые были затронуты проблемой туберкулеза и мы должны обеспечить, что соответствующая деятельность была включена под руководством сообщества. Также мы должны укреплять интеграцию. Потом касательно укрепления систем сообществ, нам нужно приоритизировать обучение и лидерство организации гражданского общества, которые под руководством женщин, лиц с ограниченными возможностями. Также нам нужно поддерживать создание интегрированных CLM-моделей для конкретных болезней, для того, чтобы увеличить подотчетность и также обеспечить вовлеченность сообщества и координацию с уязвимыми сообществами. Касательно теперь CRG-инструментов, у нас есть несколько инструментов, которые были разработаны в партнерстве, которые поддерживают CRG, то есть это сообщество права и гендер. У нас есть протокол планирования действий, есть оценка стигматизации, связанная с туберкулезом, у нас есть TBRG-инвестиционные пакеты, есть операционные руководящие принципы, у нас также есть инструмент оценки населения затронутого туберкулезом, и самое новое это руководящий документ CRG по туберкулезу, и поддерживающий пакет для разработки NFM-4 заявок на финансирование. Спасибо вам большое, вам слово. Спасибо большое за чудесную презентацию, Маурин, и мы перейдем сразу к Хавьеру. Так, биография Хавьера. Хавьер, здравствуйте. Хавьера 35 лет опыта в активизме и в работе с сообществом, с движениями, с людьми, живущими с ВИЧ, с ключевыми группами населения. В результате того, как он был диагностирован как ВИЧ положительный, человек, у него десятки лет опыта в управлении программами на уровне сообщества, и также он проявляется представителем UHC 2030, в правлении UHC 2030. И хочется теперь передать на этом слово Хавьеру. Спасибо большое. Слышно меня нормально? Спасибо большое за то, что вы рассказали про новые различные характеристики данных окон, потому что времени не так много. Я, наверное, смогу рассказать про какие-то другие теперь моменты. Я думаю, важно упомянуть всем людям, которые здесь на этой встрече, с кем вы будете взаимодействовать. Как Марина сейчас объяснила этот процесс, как вовлекаются сообщества вообще в разработку заявок на получение грантов и так далее. В общем, это новые документы, новые правила, новые подходы, новые информационные записки по ВИЧ. Также мы расскажем про новую стратегию 2023 по 2028 год. И, конечно, очень много есть вовлечения сообществ здесь тоже, потому что тоже здесь мы учитываем потребности в здоровье сообществ и все инфозаписки там стратегические рамки в документах есть. И я хочу попросить всех также рассказать про наши цели, про максимизацию. Я уверен, что это очень важно, потому что это будут первые три года, и, наверное, там будет 8 или 9 таких окон для подачи, когда страны постараются, и мы как сообщество будем стараться операционализировать и переводить в реальность вот эти амбиции, амбициозные, значительные такие стратегические рамки. потом я немного расскажу так, Морин, вот коллега в делегации с точки зрения туберкулеза очень много уже упомянула, но я хотел еще раз подчеркнуть, что мне кажется, очень много новых характеристик, их называю характеристиками, потому что это инфозаписки, есть политики, есть приложения, есть инструкции, по-разному это называется, но вот приложения тоже есть в письмах, которые нужно знать и понимать, потому что если это остается на бумаге и систем в основном им руководит правительство, оно криминализирует, стигматизирует основное ключевое население по туберкулезу и также по малярии, если такое будет происходить, то мы как бы не попадем в точку по реализации стратегии. И говоря о ВИЧ, нам также нужно признать, что у нас огромный есть пробел и вот даже есть определенный регресс касательно COVID-19, из-за COVID-19. То же самое касается туберкулеза и малярии, конечно, и всего, что связано с услугами здравоохранения для всех групп населения. Поэтому нам нужно догонять и, конечно же, происходят определенные дискуссии. пока еще не все стратегии были одобрены. Некоторые эти характеристики также были поддержаны. И это, конечно, роль секретариата, но я думаю, что стратегические комитеты и еще другие инициативы, такие как техническая консультативная группа по ВИЧ, они очень четко рассказали. Все вот эти политики, они требуют хорошо прописанную такую френдли информацию, поэтому, чтобы наше сообщество могли ее использовать в разработке следующего раунда запросов на финансирование. для нас, как для глобального фонда, важно, что всегда есть такие трения между техническими и политическими моментами. То есть, если подумать о странах с средним уровнем дохода и какой у них приоритет, то вся информация о том, сколько людей с ВИЧ там живет, какой уровень концентрированной эпидемии ВИЧ, например, среди ключевых населений и по сути дела это все должно быть в приоритизации и в распределении. То есть, зачастую это именно касается государственных политик. Но вот потом начинается еще технический уровень, который как бы там предложения могут быть хорошо прописаны на странном уровне, что там будет хорошее вовлечение значимое людей, как Марина уже объяснила. Потом переходим уже к технической группе экспертов и, конечно же, они будут также давать обратную связь странам. и я уверен, что с новым руководством TRP и с новыми членами TRP, что по нашей повестке по лидерству сообществ все это будет подчеркнуто TRP и они уже странно уже не будут уходить без каких-то значимых программ по всем тем моментам, которые для нас важны. Но и, конечно же, TRP могут и отклонить предложение, что маловероятно будет, возможно, будет какой-то процесс, где они дадут рекомендации, но TRP они, конечно, сделают рекомендации, то есть, например, разработайте руководящий документ о том, как оценить количество людей транс людей, которым требуется преп в определенной стране. И много таких TRP рекомендаций могут быть, разработать на три страницы такой-то документ или другой, но это не может всегда влиять на имплементацию проекта. Как Эрика говорит, было важно никакой организации в нашем секторе веры этих сообществ. Глобальный фонд продолжает пытаться получить больше денег, но использовать эту коронацию как метафору. Это пойдет в рождественский пэкэдж CCM. Я думаю, что некоторые уязвимости, которые мы увидим в разных странах, конкретно в разных инициативах, мы не знаем, эти суммы повлияют на это. Но есть мультистрановые гранты. Это может быть инструментально двигаться двигаться вне очень криминализированных стран. Я думаю, что потому что у нас нету достаточно денег, я так считаю, чтобы получить фандинг для стратегической инициативы и так далее. очень важно, чтобы вы идите в ваш диалог с вашей страной, в ваш репрезентатив CCM. Имейте в виду, чтобы все вещи, которые Аманды и Марин правильно вам сказали, упомянули про ERG, это все встроено в запрос, в грантовый запрос. Это и вам не придется тогда рассчитывать на дополнительные, которые могут быть лимитированы в разных странах. важны, чтобы вы понимали RSSH, как это фиксировано в ваших сути, вашей экспертизы, ВИЧ или малярия, система для документов о здоровье, это важно для участия, ERB будет искать это фидбэк, который мы получили, они будут смотреть, как системы сообществ будут внедрять SSH компонент и приоритизацию и оптимизацию. Теперь мы знаем, что во всех имплементированных странах что мы можем добавить и предоставить. У нас есть нужда увеличить доступ к препу, оптимизировать эффект, помочь работникам здоровья, которые могут быть открыты к разным вещам. Если вы не если убедитесь в том, что ваш CCM репрезентатив чувствует поддержку, если у вас сейчас время заниматься этим CCM как Марин сказала, у вас есть месяц сейчас начинать фокусироваться на вашей конституции. Это будет еще в плане ВИЧ на уровне поддержки все эти минимальные. Некоторые люди на уровне страновой репрезентации не могут быть поддерживающие, но это мое личное мнение. ТРП могут попасть в страны, которые могут попробовать получить лучшие запросы о грантах. Не бойтесь, это будет ваша возможность получить вторую возможность. главные рецепенты системы, партиципанты иногда набирают консультантов. Они знают, что они уже писали запросы в последние 20 лет, которые, да, есть важный долл, и они независимы и поддерживают наши соображения, но эти технические эксперты, которые помогут CCM и принципиальную получателю написать запрос, который будет полностью в курсе новых включений в информацию. Что касается запросов, все информацию в страны, которые это приходят в письменном виде, может быть, у них не будет включено, и когда глобальный фонд говорит, что это нужно включить или надо, вам нужно понимать всю новую информацию в инфоноутс и структуру, чтобы лучше вести дискуссию, попросить страны, чтобы можно было попросить страну для CRG интервеншин, они настаивают на то, чтобы страны включали на уровне правления, мы это так рассматриваем. Эти дискуссии некоторые страны, которые криминализируют нас и которые вообще не дружественны к популяции, эти страны могут абсолютно обойтись без важных интервенций. если вы ходили на прошлый диалог со страной без чтения важных документов, как Марин сказала, пожалуйста, пройдитесь через документацию вместе, не тратите свое время, прямо после Рождества подготовьтесь к написанию запросов по нуждам глобального фонда. Проблема конкретно во многих странах, которые приходят на этот вебинар, это превенция, все, что касается доступа к ресурсам от государства, все зависит от у нас то, что государства не хотят показывать свои страхи и главные части популяции, они говорят, да, у нас все хорошо, да, и последние два года ковида, это важно, кто будет платить за техническую поддержку, потому что иногда техническая поддержка не сделана для сообществ, которые включены в и говорится, что потому что не хватает ресурсов, не хватает денег на это, но не ждите, не сидите в своем стуле за стулом и ждать этого, читайте документы, я не хочу повторяться, но читайте документы, важно их понимать, важно понимать документы, пытайтесь распределить договор с репрезентивом CCM и найти поддержку для вашего CCM и поддерживайте ваших людей в этом процессе, помогите им, помогайте им, давайте им эти документы для понимания, я тут остановлюсь, потому что мне кажется, мы уже все, большинство информации покрыли, спасибо большое, да, спасибо большое, Кавир, у нас есть еще пару минут, у нас пока нету никаких вопросов, Q&A в данный момент, мы можем взять этот момент, чтобы ответить на ваши вопросы панелистов, как они сказали, прохождение через информацию, так что мы отправили все ссылки в чат про малярию SSH, и мы еще поделимся информацией после вебинара, да, мы попробуем, кто-то спросил, будут ли приведены слайды, мы попробуем сделать перевод этих слайдов, и надеюсь, мы сможем поделиться записью этого вебинара на русском, французском и испанском, но это первый раз мы так делаем, так что надеюсь, у нас все сработает, но мы точно дадим коммуникацию на эту тему без этих деталей, и со всеми ресурсами, которыми мы поделились. Сейчас я переподелюсь ссылкой для вебинара по информации о расценке, это будет завтра, есть ли у нас панелисты, которые хотели бы что-то сказать, есть ли вопросы, вы можете включить микрофон. мы можем закончить пораньше и дать немного минут вам всем вернуться к вашим дням, спасибо большое всем, кто пришел, и еще раз мы пришлем вам материалы дополнительные, спасибо на ваш мейл, спасибо за то, что пришли, и следите за новой информацией. Кто-то выключил микрофон? Спасибо всем, до свидания. До свидания.